Всем привет, вы на канале Кайпал Паладинс. Я тот человек, который играет паладинс 2016 года с бета-теста. И я недавно наткнулся на такое видео, как паладинс в 2022 году помойка. Ну и знак вопроса. Обзор паладинса. Это видео вскакивает самым первым при запросе паладинс. Давайте я это даже продемонстрирую. Вот у меня уже написано это слово. Просто нажимаем поиск. И как вы видите, я не соврал, оно самое первое. Очень хорошо оптимизировано. У этого канала 72 подписчика. Давайте, наверное, начнем просмотр. И почти 1000 просмотров. Так-так, а что это тут у нас? Бесплатно? Это хорошо, что бесплатно. Да, персонажи неплохие. Вот это, вот это деду надо. Подождите, я вот не понял. Бля... Вот это... Ммм... Это фурия у нас в скине. Вот это... Я сначала не понял, что это за персонаж. Деду надо. Неплохой такой скинчик. Здравствуйте, малолетние любители пострелять и нарисованных тяночек. Здравствуйте. У микрофона Олег Кашин. И сегодня я вам поведаю о бесплатной... Олег Кашин, окей. ...мобе, шутере, овервотче для бедных, игре паладин... Овервотче для бедных. Меня всегда прикалывает, когда паладин сравнивают с овервотчем, несмотря на то, что... ...сам овервотч уже давным-давно умер. Он мертв. И в паладинстве неплохой онлайн. Он дальше это сам будет подтверждать. Я уже смотрел это видео, небольшой спойлер. В паладинстве... ...приличненький такой онлайн. Не скажу, что прям супер, как раньше, да, когда паладинство топ-10 стимов ходило по онлайну. Но он приличный. Овервотч же умер. Он просто мертв. И Близзы выпускают овервотч 2, где просто перерабатывают некоторые карты и добавляют новых персонажей. Я, правда, не помню, сколько именно персонажей, но не суть. ...кинс. И о том, как в нее играется в 2022 году. Логично играется, поверь мне. Так, давайте посмотрим. Неплохой, кстати, монтаж. Начать нужно с того, что я упомянул выше. Игра бесплатная, за что в народе получила звание овервотча для бедных. И, поф... Это, кстати, да, это правда. К факту, из всех ближайших игр она действительно больше всего смахивает на овердрочь. Мало того, поразглядывать жопу Скай можно даже на самом задохшемся. Это абсолютная правда. Паладин стянет на абсолютно любом ПК. Просто посмотрите системные требования Паладинса. Я даже прикреплю скриншот, наверное, со стима. Но это не точно. Если мне не будет лень, то прикреплю. И умирающий МПК. Ведь оптимизация в игре таки присутствует. Она офигительная оптимизация просто. В Паладинсе можно изменить графику аж на 5 пунктов. То есть, существует низкая графика, средняя, высокая, очень высокая и максимальная. Ну, то есть, это о многом, я думаю, говорит. Отчего порог вхождения? То есть, под каждый ПК можно настроить Паладинс. Стоп. Он сказал, что из-за того, что очень низкая оптимизация, как бы порог вхождения ниже. И вставил фотку детского садика, намекая на то, что детсадовцы, либо же школьники. Возможно, он имел в виду их, когда вставлял в садик. Я не знаю, что у этого автора в голове. То, что как бы они будут играть в Паладинс. Хорошо, тогда у меня вот такой к тебе вопрос. Ты дальше там говоришь то, что в Паладинсе мыльная графика. Есть такая игра, как CS Source. CS Source тоже оптимизирован. Там хорошая графика. И при этом в него играют взрослые мужики. Если ты скажешь, что типа игра старая, то... Так, Паладинс тоже старый. Не настолько как CS Source, конечно, но игра как-никак давным-давно вышла. Многие заявляют, что она раньше Overwatch вышла. Так что это повод призадуматься. Просто она очень интересная, вот мой ответ. Это же играбельные 60 фэпосов. Не только за счет оптимизации, но и за счет мыла TX. Вот, вот я об этом. Он говорит то, что графика здесь мыльная. Хотя это стиль такой игры. В тот же Bounderlines я не видел, чтобы кто-то до него доёбывался. Хотя там графика, опять же, ну такое себе. Ну это, короче, в общем, стиль игры. Так должно быть. Тур, взятых прямиком из мезозоя. Хотя, в общем, во время зарубов на мыло внимания не обращаешь. Ведь твой мозг занят более важными делами. Клацанием по мышке и поочередным нажатием клавиш Q, F, а иногда даже и E. Вот так вот плавно я и подвел к геймплею. В игре существует 4 основных режима. Хотя, по факту, их и вовсе всего два. Начнем с... Да в любой мобе надо клацать, по сути. В той же Dota, League of Legends. Ну, конечно, от ситуации много зависит. Вполне все то же самое. Командного боя. Здесь же точку и поставим. Я не должен объяснять, что происходит в командном бою. Ладно, я пошел по дакшелю, бля. Теперь идут... Ох, эти заставки. Вот, вы, наверное, думаете, чё я возмущаешь? Всего одна заставка, да? За весь ролик. Вернее, за одну минуту только. Но дальше, там столько много заставок будет. Порой, вот эти его заставки в видосах, они длятся где-то по 15-20 секунд. И это прям дико бесит. Я их буду, если что, перематывать, потому что они меня заебали немножко. Я один раз пересмотрел это видео. Тут три режима, которые легко можно объединить в один. Захвати точку и, если нужно, сделай еще что-то. Захвати точку или сделай еще что-то. Отличный обзор, отличный. Первый из таких... Я так вижу, он у нас специалист. Это натиск. Контролируй точку, не давай зайти на точку врагам, убивай врагов, если они приближаются к точке. Гениально. Так, это реально гениально. Все режимы, их гениальность в том, что они простые. Почему ты не докопаешься до режимов CSGO, где нужно поставить бомбу? Вернее, заминировать бомбу. Где нужно установить бомбу. А спецназ должен ее обезвредить. И террорист должен просто защищать плент. То есть, это максимально тоже простой режим. После того, как твоя команда наберет... Но гениальные, очень интересные. 400 очков, победа. Блять, ну как? Кстати, вот этот эффект, он меня прям раздражает. Второй, это осада. Залети на точку, стой на точке, фарми точку. Это, кстати, основной режим лейтинга в матче. Он должен это сказать. Не дай врагам зайти на точку, поставь точку, убей точку, выбери точку. Ой, да ты у нас юморишь. Зачем ты, правда, ультимейт активировал у Баррика? Активировать ультимейт нужно в тот момент, когда вокруг тебя враги. Потому что область атаки этой турели, которую ты ставишь вместе с ультимейтом, он ограничен. Используй точку, развивай точку. Ах ты, подон. Так. Нужно довести телегу до спауна противника за определенное время. Пока противники всячески будут тебе мешать. Если не успел... По факту то же самое, что и предыдущий. Но теперь ваш груз может повреждаться. А если хп телеги дойдет до нуля, то придет забер... Груз снова в рубеж, он сейчас про него. Сжать и опять захватывать поинты, после чего опять вести этот... Грундук. Хе-хе. Это действительно хуе. Да ты заебал. Уже точно. Хуе. Да ты заебал. Мы игроку доступно всего 5. Кэсси. Дженос. Лекс. Рукус. Рукус. И Виктор. Кстати. Мы не на твиче, но я все равно осуждаю. В игре проходит ротация, во время которой можно бесплатно играть за еще не открытых персонажей. А ты расскажешь, сколько именно персонажей доступно во время бесплатной ротации? Спойлер он не расскажет, я уже говорил, что смотрел это видео. Это происходит каждые две недели. Да ладно, важно то, что все герои разделяются на 4 разных типа. Танк. Урон. Поддержка. И фланг. У танков много хп. И многие из них имеют щит, которым можно прикрывать себя и союзников во время врыва на точку. Кстати, именно танк должен прибегать на точку первой, чтобы успешно ее захватить. Перси. Да, и для этого существует определенный предмет. Из разряда урона, как ни странно, наносится основной урон и является теми самыми атакерами. Которые. Атакерами. Интересно, такое слово вообще существует. Я на это внимание не обратил. Первый. Атакер. Атакеров. Да, существует. Супер Марио. Атак... Покемон. Но походу он у нас любитель покемона Го и он из-за этого... Которые наравне с флангом должны изничтожать вражескую тиму. Поддержка или хилки должны... Извиняюсь. Должны особенно в бой не вступать, втихую хиляя тиму или, если выдалась такая возможность, наносить хоть какой-то урон врагам. Ну и последний. Фланг. Ну, вообще это неправильно. Ну, вообще это неправильно. Ну, неправильно. Вот, переслушаем, давайте его слова. Возможность наносить хоть какой-то урон врагам. Ну и последний. Короче, давайте вот так сделаем. Поддержка или хилки должны особенно в бой не вступать, втихую хиляя тиму или, если выдалась такая возможность, наносить хоть какой-то урон врагам. Это не совсем так. Если подобрать правильно таланты и карты, играя за некоторых хилеров, ты сможешь наносить очень большой урон. Например, раньше, это пофиксили, если что, но раньше, когда играл я, то есть только учился играть, существовал такой талант Гнев Викона. Я его до сих пор помню. Это когда на Малдембу его способность, с помощью которой он хилит, наносила урон. И урон довольно-таки неплохой. То есть ты мог наносить урон хюшечкой, это тыквой, основной атакой, само собой, этим самым Гневом Викона. И просто перезарядкой. Когда Малдемба перезаряжается, он углушает врагов, выбрасывая на них змею. Ну или кидая, или они сами бросаются, я не знаю. Но, в общем, вы поняли, то есть то, что он сказал, это не совсем правильно. Ну и та же Ини. Я вот вижу, у него в вражеской команде есть Ини, которая сделала пять фрагов. Вот, так вот, через нее тоже можно играть, как за урон. Ну и последний. Таких примеров много. И за Инь можно играть, как за урон, если взять талант, где иллюзии взрываются. И фланг. Подходят для уничтожения ключевых целей, таких как танки, например, в тылу противника. Я понимаю, но я тут при чем? Героев перед началом матча за счет карт. Да, 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 вот о чем я говорил, вот о этих самых картах. Вам будет безумно лень в них разбираться. Ну, это зависит от человека. Мне лично не было лень. И скорее всего, вы первое время будете играть на уже готовый. А если человеку будет лень, то он будет играть с помощью вот этих колод стандартных. Господи, как же мне заебал этот эффект. Извиняюсь. А после, посмотрев хоть один гайд, соберете колоды на основных персов, с которыми и будете играть оставшееся время. Еще перед началом катки вам предлагают выбрать один из трех бафов, которые важны во время игры. Важны и перки, которые вы покупаете по ходу катки. Всего их 4 категории. Да, понятно. Я что-то засмотрелся на таланты, потому что он 2 было заблокировано. Я просто не понял, за какого персонажа он играет. Так. Так. Два. Три. Три. Называть как хотите. Который долго заряжается во время катки и активируется на клаве. Ой, я пропустил что-то, да? Хватит нас бросать блох, ёб твою мать. Кстати. У всех героев есть супер удар, супер прием. Называй. Супер прием. Я вас, наверное, удивлю. Ну, кто это видео раньше не видел. Но сейчас, говоря супер прием, он имеет в виду ульту. Ультимейт персонажей. Супер прием. Я прям представил как барик, за которым он играет в ММА и хуярит всех. Супер приема. Который долго заряжается во время катки и активируется на клавишу Е. По факту, именно из-за него вы можете легко перевернуть ход игры в свою сторону. Факты, факты. Ну а... Ой-ой-ой. Можно отметить то, что игроков здесь до сих пор много. Отчего катку вы найдете максимум... Ну, это он только что показал онлайн в стиме, если не ошибаюсь, да? То есть, давайте пересмотрим этот момент. Из игроков игры можно отметить то, что игроков здесь до сих пор много. Отчего катку вы найдете максимум секунд за 30. За 40 уж точно. Ну смотри, это зависит от того, на каком режиме, во-первых, ты играешь. Во-вторых, если, допустим, захочешь поиграть на рейтинге, то на высоком ELO там катка ищется по 5-6 минут. Точно. Также нельзя не отметить и регулярные обновы. Исправление баланса, фиксы персов, экспериментальные карты, о которых я упомя... Да, экспериментальных карт много, кстати говоря. У меня всего на этом канале два видео, не считая вот этого, которое должно выйти. И эти два видео про экспериментальные карты. И еще чуть позже. Экспериментальный режим, извиняюсь. И добавление новых персонажей. Про скины за донат я молчу. Это здесь появляется еще чаще. Я с тобой полностью не согласен, они не появляются еще чаще. Они появляются вместе с новым обновлением. Просто так, новые скины, без каких-либо там изменений баланса, без там нового какого-нибудь экспериментального режима, без еще чего-либо не выпускают. Есть и дейлики, которые помогают быстрее нафармить игровых шекелей. О, вот это... ...покупки всякого донатного говна. Он только что показал батл пасс и говорит, что это донатное говно. Хотя батл пасс можно купить за алмазы в паладинсе. А алмазы легко нафармить. Как нафармить алмазы? Первое, это выполняя испытание королевства. Это самый легкий способ, потому что там за одно испытание, за один такой мини квестик, если так можно выразиться, дают 50 алмазов. Ежедневный ход игру. Если ты входишь 7 дней подряд в паладинс, то тебе дают 25 алмазов и еще около 5000 золотых монет обычных. Хотя нет, там чуть больше, скорее всего. Ну, пусть около будет, да, я точная сумма не помню. И третий способ нафармить алмазы, это сам батл пасс. Там есть бесплатные уровни, за которые ты получаешь алмазы. Так что нафармить алмазы для батл пасс не так уж и сложно. Донат здесь выполняет не только визуальные функции, но и может помочь быстрее прокачаться. Быстрее прокачаться, он сейчас про командный усилитель опыта. Так, этот самый командный усилитель опыта, он работает только для боевого пропуска. На левел он никак не трогает левел, он его не увеличивает. Я не понял вообще вот про вот этот аргумент его. Какой-то он странный. Он просто не изучил, скорее всего, тему, он просто увидел командный усилитель опыта и подумал, ну это, наверное, командный усилитель опыта, он опыт увеличивает. Хотя там описание, если прочитать, можно понять, что он увеличивает опыт только за боевой пропуск. Всем на 20%. Правде говоря, прокачку здесь нельзя назвать уж очень затяжной. Прокачиваться можно даже с ботами. Это так, к сведению. Сделанное специально для того, чтоб тебе захотелось задонатить. Нет. Персы в основной своей массе стоят 30 тысяч игровых шекелей. Ну нет, там большинство персов стоят по 60к золота. Которые нафармить особого труда не составляет. Но все же, дорогой зритель, если ты захочешь у тебя красивую подпись, красивую аватарку... Это все можно получить где? В испытании, королевство. Деньги мне плати, блять. Он хочет сказать, что за это все нужно платить. Но это не так. Красивую аватарку можно купить за игровую валюту. За 7500 продаются нефиговые такие анимированные аватарки на секундочку. Ты можешь купить за одно золото. Чтоб ты понимал, за один выигрышный матч ты получаешь что-то около 300 золотых. Ты можешь получить и 600, и 100. Но это зависит от твоего вклада в матч. Там есть аватарки в магазине за одно золото. Есть легендарная ава с каким-то цыпленком за одно золото. Это так, к сведению для этого канала. Кстати, у него канал называется Анастас Офф. Это для Анастаса Оффа. Многие к минусам относят еще и графику, которая является помесью какого-то Геншина и Фортнайт. Подожди, ты говорил, что графика в Паладенсе мыльная. Ну, по твоим словам. Так, в Геншине и Фортнайте нормальная графика. Ну хз, для игры шестилетней давности Паладенсе выглядит еще ничего так. Вот, самое главное нас... Так, раз. Два. У меня видосы есть. Можно включить. Уже 15 секунд, да? 40 фпс вместо 20 секунд. Серьезный. 20 секунд длится одна его вставка. Минус игры. Отсутствие прям действительно крупных обновлений. Новых карт мало. Большинство... Ну, есть экспериментальные карты. На них можно поиграть, если обычные надоели. Из них еще есть беты. Режимы как были в бете, так и остались. Добавляют каждый раз новые экспериментальные режимы. Ничего прям нового не появилось. Да, новые герои есть. Их регулярно добавляют. Но карты и режимы – беда этой игры. Такая беда. И все же, несмотря на все минусы. Паладинс – это та игра, в которую можно легко окунуться на пару дней. Что не так давно произошло. Очень интересный лор в Паладинсе. Если прям сесть, произучать его, то ты играешь и вообще ощущаешь игру по-другому. Ты со мной. Реально. Я играл в нее еще на бета-тесте, и даже с того времени у меня остались приятные впечатления о ней. Придя в нее неделю назад вновь, я не почувствовал запах протухшего гейминга или законченной фри-ту-плей помойки. Я втянулся в нее вновь, от чего и советую ее даже сейчас, в 2022 году. Я чуть не понял. Ты че сказал? Снимайте на дизлайке. Все, у него видео закончился. Что могу сказать по итогу? Стоит ли играть вообще в Паладинс? Да, стоит. Это интересная игра. Плюс скоро там выпустят обновление, добавят нового персонажа. Я, правда, его имя не помню, но все же игра реально неплохая. Есть, правда, пару багов, но мы держим кулачки в комьюнити Паладинса и надеемся, что их пофиксят. Всем спасибо за мой просмотр. Если хотите, подпишитесь на его канал. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Возможно. Возможно, нет. А, возможно, на самом видео оставлю ссылку. В общем, вы были на канале Кайпаладинс. Увидимся. До новых видео.